1200 килограммов. Эта сумма позволила Евгению Ерымбашу вновь вырвать Кубок Титанов из крепких рук Андрея Маланичева. Что это? Победа Евгения или поражение Андрея? Подготовка была очень сложной. Но я сделал все, что мог. Тонна 100 Романа Абичбы. Выиграл он или проиграл? Были ли у него шансы занять призовое место? Уверенность какая-то в том, что сам свое подниму. Буду стараться. Ну, Володя Калиниченко, он улучшит свою сумму. Но у него же травмы были. Он в аварию попадал. И это ему сложно дается выступать. Худшие прогнозы сбываются. Владимир Калиниченко снимается с турнира из-за старой травмы. У всех ответов, которые работали на таких весах, в конце концов, когда-то что-то случается с ценой. Вернется ли в строй ветеран Титанов? Обо всем этом в итоговом выпуске программы «Титанические новости». Хотелось бы тонну 100. Хотелось бы. Мужик сказал, мужик сделал. Питерский атлет Роман Абичба не уронил честь родного города, собрав, как и обещал, 1100 килограммов. Но и это еще не все. С испугу Роман взял, да и установил рекорд Титанов в джиме, опередив даже Ермбаша. А Абичба, пожалуй, больше, чем потянул. Но даже это еще не все. Засчитай судьи, последний принц от Романа и судьба третьего места могла бы быть иной. Ну, видно, не досел, но по ощущениям вроде самый глубокий сет был. Главное, что беспокоило Владимира Калиниченко перед турниром, это старые травмы. Да, если я еще поднимаю тонну 50 свою и отбираюсь на кубок Титанов, то, значит, я еще как бы буду в строю, буду выступать и буду заниматься. Потому что там прекрасно знает, как начинается жизнь у атлета после 40, например. И, к сожалению, его беспокойства не были напрасными. Уже после второго подхода в приседе одна из них дала о себе знать. Да, на нас заболелось сильно. Разбаку, разбаку. Будем еще, нет? Сказывается? Сказывается, нет. Нет, Петрова болит, нужно оторвать. Не заладилось у Владимира и в жиме, поэтому ветеран Титанов был вынужден сойти с дистанции. Боролся, видно было, что он травмирован, но он все равно выходил и выступал. К сожалению, травма была серьезная, он был снят врачом. Теперь в планах Владимира только одно – вновь пройти квалификацию и выйти на помост юбилейного суперкубка в следующем году. В этом году все зрители с нетерпением ждали дуэли Маланичев-Ярымбаш. И во многом судьба первого места решалась уже в приседаниях. Думаю, что выиграет в любом случае Малан, но все зависит от того, как что. Качество приседания. Сядет ли Ярымбаш? Я думаю, что да. Ярымбаш приседал очень осторожно. Начал с веса, в котором был точно уверен и не прогадал. В итоге 465 килограммов. Третий подход засчитан. И Евгений после первого движения проигрывает Андрею самую малость – 10 килограммов. А ведь впереди жим – коронное движение украинского атлета. Но здесь Ярымбаша должен был ждать сюрприз. Говорят, что Андрей прибавляет сейчас в жиме. Очень неплохо. Вот на тренировке говорят, пожалуй, 320 килограммов. Андрей прибавил, я могу так сказать. По весам я ничего говорить не буду. Главное – настрой. Поэтому давайте вот начнем, посмотрим, и дальше будет видно. Только вот на помосте это было не очень заметно. 305 килограммов для Андрея, увы, этого мало. Так что именно не получилось у московского атлета? Меня удивил мой жим, потому что мы рассчитывали на 315. Но не получилось почему-то. Не знаю даже, почему, будем сейчас разбираться. Так или иначе, после второго движения Андрей уже был в роли догоняющего и проигрывал украинцу более 30 килограммов. Его отчаянный финальный подход в тяге на 427 килограммов не увенчался успехом. И Ерымбаш во второй раз празднует победу на Суперкубке Титанов. Чтобы взять долгожданный реванш у Андрея Маланичева, Евгений целый год не вылезал из зала. И реально что-то тут хочется, реально у меня моральное желание просто отдохнуть и не приходить в зал месяц. Вот вообще не хочу тренироваться. Хочу просто отдохнуть. Став вторым по итогам каждого движения, Ерымбаш в общем зачете превзошел ближайшего преследователя на 35 килограммов и установил в сумме новый рекорд Суперкубка Титанов – 1200 килограммов. 1200 килограмм – это за всю историю Титанов – это первый рекорд. Сегодня шла реальная борьба за рекорды в отдельных упражнениях. И была интрига до самого конца. Что ж, этот Кубок Титанов завершен. В следующем году турнир празднует юбилей. Новое шоу, новые противостояния и новые рекорды. Увидимся ровно через год на Суперкубке Титанов. Призовое увеличивается до полумиллиона рублей за первое место. Также будут отдельные специальные призы. И мы хотим, конечно, встретить юбилей на очень серьезном уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова